Привет всем! Добро пожаловать на наш 10 эпизод Жанесс Долголетие Ти Ви. Зенбоди. Для чего? Зенбоди для того, чтобы терять жир, а не для того, чтобы терять вес. Так в чем же разница между потерей жира и потерей веса? Чтобы понять разницу, нам надо обратиться к строению нашего тела. Наше тело состоит из трех частей. Самой важной частью является вода. Она составляет 60-70% от всего веса, затем остальная масса, которая в основном состоит из мышц и костей, и составляет 20-30% от общего веса. И, наконец, масса жира составляет от 5 до 30% от общего веса, в зависимости от вашего телосложения. Когда мы теряем вес, мы теряем в первую очередь воду, затем мышцы, а потом жир. И это нехорошо, потому что нам нужна вода, и, конечно же, мы не хотим терять мышцы. Поэтому ученые так усердно ищут способ терять жир, не теряя мышц, принимая во внимание, что мы всегда можем пить воду. Итак, что же происходит, когда мы едим пищу с точки зрения энергетики? Еда состоит из макроэлементов, таких как протеин, белок, жиры и углеводы. И микроэлементов, таких как витамины, минералы и рассеянные элементы. Все эти питательные вещества проходят через кишечный барьер, попадают в кровь. Углеводы сначала попадают в небольшие хранилища в печени и хранятся в виде гликогена. Но место для хранения ограничено, и весь этот процесс контролируется с разным сторон инсулином и гликогоном. Если мы нуждаемся в немедленной энергии или места хранения полны, то углеводы преобразуются в жир и направляются в жировые клетки. Вот так мы набираем вес через чрезмерное употребление макаронных изделий, хлеба, печенья, сахара и сладких напитков. Белки тоже могут преобразовываться в жир при необходимости, но а жиры и подавно направляются прямиком в жировые клетки. Итак, чем больше жиров вы потребляете, тем больше вы их сохраняете. Что же происходит, когда жир внутри жировых клеток? Я уже говорил, наши гены направлены на то, чтобы сохранять энергию, и неохотно будут выпускать жир из жировых клеток. Вот почему природа создала столь искусную сеть гормонов для выуживания жиров из жировых клеток. Самые важные гормоны – те, которые контролируют голод. И в человеческом теле два противоположных гормона. Грелин – гормон голода. Он говорит вам, когда ваш желудок пуст. Он просит вас поесть. Лептин – пептидный гормон, который активизируется, когда ваш желудок полон, и попросит вас прекратить есть. Адипонектин – гормон, который производится исключительно для образования жировой ткани, и взаимодействует с лептином и инсулином. G3PDH – это не гормон, это фермент. И он – мальчиш-плохиш, потому что все углеводы будут преобразованы в жир. Норадреналин является гормоном, который увеличивает термогенез, что означает производство тепла в организме, и, следовательно, поможет сжечь больше жира. Итак, что же происходит, когда мы становимся тучными? Наша жировая ткань, особенно в брюшной полости, становится резервуаром для очень агрессивных молекул, которые создают синдром воспаления. Что это означает? Это означает, что эти плохие молекулы задерживают инсулин и лептин и не дают им выполнять их работу. Они создают цепную реакцию, в которой лептин больше не говорит вам, когда надо перестать есть, и вы чувствуете голод постоянно. Инсулин больше не справляется, и сахар в крови растет, вызывая диабет второго типа. Адипонектин с лептином больше не функционирует. Это приводит к огромному количеству хронических заболеваний, включая диабет и рак. Вот почему Жанес произвел Зенбоди. Линия из трех продуктов, которые позволяют потерять жир, сохраняя как можно больше полезной мышечной массы. Зенбоди включает в себя три продукта, которые преследуют три цели. Прекратить переедание, начать сжигать жир, накопить мышцы. Давайте обратимся к первому, Зеншейп. Зеншейп создан для того, чтобы перезагрузить лептин и адипонектин, чтобы прекратить переедание и утолить город. Основным ингредиентом является Ирвин геогабанезис, известный как африканский манго. В сочетании с зеленым чаем и малина кетоны, это лучшее, что вы можете попробовать при огромном аппетите. Африканский манго поможет вам регулировать уровень лептина. Малина кетон следит за всеми жировыми клетками вашего тела и делает их способными быть используемыми для энергии путем повышения уровня адипонептина. Зеленый чай поддерживает уровень эпинефрина и помогает сжигать жир. Эти три ингредиента также помогают уменьшить уровень G3PDH, уменьшить риск превращения сахара в жир. ZenShape производится в капсулах и мы рекомендуем принимать по две капсулы в два раза в день, желательно за 30 минут до еды. Беременным и кормящим женщинам, а также людям с какими-либо медицинскими отклонениями необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем начать принимать ZenShape. Теперь посмотрим на второй элемент, ZenFit. ZenFit разработан для того, чтобы свести к минимуму потери мышечной массы и наращивания мышц, которые были утрачены. Это аминонапиток в пакетике. Смешиваем один пакетик с 300 мл холодной воды, принимаем за 30-60 минут до двух основных приемов пищи вместе с капсулами ZenShape. Каждый пакетик содержит 20 г высококачественного белка, а также разведвленную цепь аминокислот плюс L-люцин. Аминокислоты необходимы для вашего здоровья, но ваш организм не может производить их самостоятельно. С возрастом вам также сложнее наращивать мышцы даже с помощью усиленных тренировок. Исследования показывают, что телу необходим L-люцин и ZenFit содержат его. L-тирозин участвует в метаболизме белков, жиров и углеводов и способствует увеличению базального метаболизма и поддерживает работу щитовидной железы, которую может дать сбой во время диеты. ZenFit содержит L-тирозин. Разветвленная цепь аминокислот важна для наращивания мышц с помощью упражнений. ZenFit содержит аминокислоты. И, наконец, аминокислоты активируют нервные окончания в головном мозге, что поднимает ваше настроение. ZenPro Белок – это чистые мышцы. Вот почему ZenPro это смесь белка, сыворотки, риса, гороха и семян Че. ZenPro включает также в себя пробиотики здоровых бактерий для оптимизации пищеварения, и это поможет вам оставаться стройной. Змешивайте пакетик с 300 мл холодной воды, рисового молока или миндального молока, и перекусывайте один или два раза в день в любое время суток. Как увидеть результат? Зачастую вы постоянно становитесь на весы, чтобы увидеть прогресс. Не делайте это с ZenBody. Используйте другой способ. Их очень много для измерения жира, и некоторые из них дорогие. Пользуйтесь более дешевым средством, сантиметром, замеряя ваши объемы. Будьте внимательны, замеряя всегда в одном и том же месте, и старайтесь, чтобы это было по линии пупка. Для женщин окружность талии 70-80 сантиметров является нормой. 80-88 присутствует риск, но все же не критический. Свыше 88 сантиметров приводит к риску сердечно-сосудистых и различных хронических заболеваний. Для мужчин риск определяется по другой шкале и является опасным свыше 121 сантиметра. Ваша окружность талии – вот ваш гид во время путешествия к лучшему здоровью. Кроме того, если вы хотите получить максимальный результат и пользу от ZenBody, вам необходимо улучшить свой образ жизни. Благодарю за внимание. С вами был Вильям Амзалак и Татьяна Смирнова. Город Санкт-Петербург. Команда поколения молодых. FreeLife. Джонесс. Мы are redefining youth.